У меня вот такая расческа. Итак, это репейное масло я еще привезла из России. Оно с экстрактом крапивы. На этикетке уже в способе применения указано, что подогретое на водяной бане масло ватрите легкими массажными движениями в кожу головы и распределите по всей длине волос с помощью расчески. Нанесите полиэтиленовую шапочку или оберните голову полотенцем. Через 20-30 минут помойте волосы теплой водой с использованием шампуня. Для достижения лучшего эффекта используйте это репейное масло 1-2 раза в неделю в течение 2-3 месяцев. Прежде чем мы продолжим, небольшая справка про репейное масло и его свойства. Итак, первое. Оно способствует росту волос, сочетании клетчат. Незаменимых жирных кислот и витаминов, особенно витамина А, увеличивает количество волос в фазе роста. То есть репейное масло проникает в фолликул и обеспечивает кожу головы кислородом и поддерживает кровообращение. Также оно успокаивает раздражение кожу головы, помогает при зуде и перхоти. Также укрепляет волосы. Аминокислоты, содержащиеся в масле репейника, выступают строительным материалом, то есть кератином, из которого, собственно, состоит волос. Также он питает и делает волосы густыми и сильными. Разглаживает волосы, делает локоны более гладкими, блестящими и даже предотвращает появление секущихся кончиков. Сейчас проведем всю эту процедуру. Подогревать единственное я его не буду. Я чуть покажу вам другой способ, как я делаю. Мне, честно, кажется, это немножко замороченным, там все на водяной бане греть. Вот, поэтому сейчас покажу, что делаю я, когда наношу репейное масло. Продолжение следует... но я думаю так видно да что волосы выглядят конечно ужасно помимо того что они грязные они я еще допустила ошибку нарушила свое золотое правило я как правило никогда не могу вот просто никогда потому что если я ее вдруг не дай боже не досушил а я стараюсь вообще всегда не прям не досушивать там полностью до конца волосы получается как бы вот как у меня получилось что я не засушила и легла так спать с косичкой легкой ну и проснулась и мы волосы как будто будут как были с полувлажные такими остались они не высохли ну и собственно с такими сосульками я и продолжала несколько дней ходить не было времени на самом деле днем это все сделать потому что я всегда волосами занимаюсь то есть мою их только днем утром или днем но не на ночь но могу вечером но это вообще вот есть какие-то куда-то мы там идем и я куда-то специально до собираюсь ну как правило днем или утром потому что вот потом волосы как мочалка так распределила я уже хорошо следующий этап это нужно еще распределить расческой как следует мне вот такая расческа я начинаю чтобы не требует минимально травмировать волосы начинаю с концов и буду подниматься вверх потом расческу я рекомендую сразу же помыть потому что масло все равно останется и если вы ее не помоете и потом будете уже сухие волосы да например короче этот жир будет пачкать волосы поэтому и вообще я уже не раз вам говорил и повторюсь расчески надо быть очень часто кто что-то этот кожный жир сало вот это жир с волос вам здесь остается потом распределяется вернее не распределяется остается на волосах в общем это может также закупоривать кожу нашли головы так что в общем моете расчески сейчас я это все добро соберу и у меня нету шапочки как ни странно да я человек который волосами как бы заморочен мне нет шапочки не надо будет ее купить меня куда-то она пропала и что-то ей так не могу найти или в отпуске может быть оставила где-то не знаю пользуюсь старым добрым методом или девочки я еще делала до подходящих пакетов которые налезают на голову у меня не было я делала еще скажу вам если ты просто почта приехала думаю прекрасно с пакетом на башке придется открывать нет вроде не к нам короче если пакета нужного размера нет ли очень большие есть не охота это все на голову напяливать то что я делаю я просто пищевую пленку наматывал вот сейчас покажу что я буду делать дальше с этим всем добром дальше я возьму полотенце и сделаю вот так вот важная вот эту штучку насадку я ее снимаю вообще сушу всегда в основном без этой насадки почему сейчас понятно она не будет травмировать волос а так сильно очень узконаправленный волос на вернее не волос а поток воздуха попадает на волосы в общем таким образом просто волосы портятся сильнее намного ну что поехали сейчас буду все это прогревать хорошенечко прогревать феном чтобы у меня создалось такое теплое там полотенцем так сказать тепло чтобы создалось тепло и чтобы масло начало работать ну и все красотки и вот таким вот способом все полотенце горячее тепленькое такое и горячее и таким вот образом эти чувствую прям тепло оставлю это все добро на 30 минут засекаю хожу делаю свои дела и потом буду смывать как я буду смывать я не буду наносить шампунь на всю длину волос я буду два раза промывать тоже только кожу головы и смывать буду начале теплой водой а потом уже в самом конце когда я нанесу кондиционер кондиционер я уже тоже вначале смою теплую воду а потом заключительно я промою прохладный не холодный не ледяной такой прохладной водой потому что уже кажется говорил это в своих видео повторяюсь уже что наши чешуйки волос принципе работают также как поры если теплая вода чешуйки раскрываются если холодная вода они закрываются и мы сейчас волос напитали и нам нужно будет естественно после того как мы чуть-чуть их волосы промоем закрыть чешуйки и конечно же мне еще поможет чтобы это все закрыть и запечатать кондиционер для волос я его использую просто всегда я не мой волосы без кондиционера если я уже тоже рассказал видео если я не успеваю обычным кондиционером использоваться то я использую несмываемый кондиционер сейчас я вам даже еще свой покажу уже показывал вот близкую я буду использовать его если вдруг я просто не успею или мне надо спешить или мне просто лень то что два раза еще надо мыть шампунь у меня тоже от глазкур и тоже вот этот от total repair этой же марки вот собственно говоря ну все 30 минут засекаем и я к вам вернусь а Субтитры сделал DimaTorzok Волосы после этого всегда блестят, чему я очень довольна. Ну и конечно же, чем чаще применяете, тем результат будет лучше. Также хочу вас предостеречь. А если вы наносите на кожу головы, то важно хорошенечко промыть, чтобы не вызывать воспаление. Также проверьте, пожалуйста, на аллергическую реакцию, так как многие масла являются аллергенами. Если было полезно, ставьте палец вверх и давайте встретимся в комментариях, обсудим, как вам такой результат. Ну и конечно же, подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. И у меня в плейлисте все про волосы, вы найдете больше полезной информации. Пока-пока!